МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Юго-Восточная Азия. Есть такая страна Бирма. Ее мало кто знает, мало кто там был. А я знаю, потому что я был рядом. Я был на границе с этой страной и изучал там бирманскую кухню. С севера она примыкает, эта страна, к Таиланду. Там есть такой город Чангмай. Это еще в Таиланде. Так называемый золотой треугольник. И вот там сходятся три страны, в том числе Бирма. Мне очень нравится бирманская еда. Я сегодня покажу блюдо, которое можно назвать по-нашему бирманские фрикадельки. Эту страну еще называют мьянма, между прочим. Так что, хотите, мьянмийские фрикадельки. Фрикадельки – штука популярная. Собственно, в каждой кухне есть какие-то свои фрикадельки. Мы, так сказать, больше в нашей стране зациклены на скандинавские фрикадельки, как мне кажется. Но сегодня, я думаю, что вы забудете про скандинавские фрикадельки, потому что вам понравятся эти. Кому-то это блюдо покажется похожим на блюдо китайской кухни. Кто-то увидит в нем индийские мотивы. Но фрикадельки остаются фрикадельками даже по-бирмански. С лимонным сорга и тамаринтом. Я, собственно, начну с посуды. Мне нужна маленькая кастрюлька, сотейник для того, чтобы сварить рис. Здесь этот очень важный продукт, между прочим. Вот маленький сотейник. Я возьму рис. Я возьму воду. Вот рис. Я рис промою, естественно. Солью воду и поставлю его варить. Это автоматически, собственно, когда готовишь какую-то еду региональную, вот этой части мира, то можно, не задумывая, всегда ставить варить рис. Рис промыл, заливаю водой примерно так, чтобы вода была выше риса, на сантиметр, на полтора сантиметра, и все. И могу забыть. Включаю конфорку, пусть варится. Как только закипит, я уменьшу нагрев и накрою крышку. Ну, всякие фрикадельки готовятся из мяса, как правило, поэтому не исключение. Я сегодня возьму говядину. Говядина в Бирме, конечно, не каждый день употребляется в пищу. Вообще говоря, мясо не каждый день там употребляется в пищу, потому что мясо там, ну, дорого. Там много используются баранины, говядина и свинина. Там нет мусульманства, поэтому свинина там используется. Я все-таки возьму говядину, потому что это нам как-то ближе. В общем, будет говядина. Значит, я сейчас мясо нарежу на удобные кусочки для измельчения в мясорубке. И измельчу его. Все брать не буду. Мне хватит вот этого количества. Это мясо. Сейчас немножко мясорубка пошумит. Она мощная. Теперь я начну уже работать с теми ингредиентами, которые пойдут в фарш дополнительно. Прежде всего, я хотел бы взять в руки вот эту вот штуковину. Это лимонная сорга. Это очень региональный продукт. В Таиланде страшно много его используется. И в Бирме тоже. Потому что, ну, в Бирме есть тайское влияние. Это такой весьма жесткий побег. Поэтому я сейчас его разрежу вдоль. И буду рубить очень мелко. Потому что, если будут крупные фрагменты, они будут ощущаться и будет не совсем приятно во рту. Значит, я сейчас вот так нарублю сорга. По звуку слышно, что он жесткий. Вот так я его мелко нарубил. Пахнет таким лимоном, лимонником, что ли. Я сразу буду складывать эту историю вот сюда. В небольшой кухонный процессор. То есть вот лимонная сорга. И сейчас я возьму еще некоторые продукты, которые мне нужны для работы с фаршем. Я возьму жгучий перец. Возьму вот такую здоровую чесночину. Возьму имбирь. Возьму помидоры. Вот так. Все это я помою сейчас. Сполосну. Ну, прежде всего я возьму небольшой фрагмент перца. Я его так вот, не касаясь, рубану. Чтобы не испачкать в перце руку. И брошу вот так в процессор. И чеснок. А вот он какой. Молоденький. Мне этого много. Условно его нарублю. И опять же в процессор. Вот, посмотрите, рис закипел. Уменьшаю нагрев. Вот так рис будет доходить потихонечку. Его мешать не надо ничего. Перемешивать не надо. Это такой юго-восточный способ варки риса. Помыл, залил водой. Закипело под крышку медленно. И все. И 15 минут он готов. 12 минут он готов. Значит, теперь имбирь. Имбирь я сейчас очищу. Вот так. И мелко нарежу. Несмотря на то, что он тоже пойдет в процессор. Имбирь надо сначала мелко нарезать, чтобы перерезать ему волокна. Потому что процессор может этого не сделать. Поэтому я сейчас имбирь нарезаю вдоль на пластинки. Потом опять вдоль на соломку. Вот так. Потом на маленькие кубики. Вот так. Перерезаю волокна. И только потом бросаю его в процессор. Помидора немного. Я сейчас возьму... Очищу от плодоножки помидор. Разрежу его потом вот так. На 4 части. Потом небольшим ножом срежу... Семена, то есть мякоть вычищу. Все. Вот так. Я убираю, в общем, семена из помидоров. Я возьму 3 фрагмента, мне будет достаточно. И теперь... На небольшие кусочки. И она тоже отправляется в процессор. Немного соевого соуса для соли. Немного кинзы в фарш. Вот так. Самый интересный сегодня, неожиданный продукт, это тамарин. Он продается в магазинах в виде пасты у нас, в виде вот таких вот стручков. Это фрукт считается. Вот что он из себя представляет. Вот такой стручок, я его очищаю. Здесь находится вот такая вот гусеница, которая состоит из отдельных таких больших семян. И каждая вот эта вот семечка окружена мякотью. Здесь она подсохла уже. Она такая вязкая, как пастила. Вот семена, вот семечка. Вот я его удаляю. И остается вот эта вот мякоть, которая будет использоваться. Очень приятная кислинка у тамаринда. Он широко используется в регионе, в Таиланде и в Бирме. В Индии. А как раз бирманская кухня, она впитала в себя традиции тайской и индийской. Вот для кислинки я положу тамариндовую вот эту вот оболочку в мисочку, потому что мы будем готовить еще отдельный соус для этих фрикаделек. Вязкая паста ушла в миску. Я вот взял совсем немножко. И пока суд доделал, я залью немного водой, чтобы это все разбухало и потом лучше измельчалось. Вот так. Это тамариндовая часть. Повторяю, можно не гнаться за тамариндом, можно подкислить чем-нибудь другим. Готовим фрикадельки по-бирмански. Говядину нарезаем небольшими кусочками и делаем в мясорубке фарш. Лимонные сорга разрезаем вдоль и рубим очень мелко. Лимонные сорга, жгучий перец, чеснок, имбирь и помидоры без семян помещаем в кухонный процессор. Добавляем немного соевого соуса. А в говяжий фарш немного свежей кинзы. Для соуса к фрикаделькам очищаем немного тамаринда и заливаем его водой. Я сейчас возьму немного риса. Вот так его промою его холодной водой, чтобы настыл. Потому что мне надо добавить его в фарш в результате. и добавлю вот сюда, в процессор. Вот так. Ну и теперь я превращу все это в ароматную смесь. Для аромата в эту смесь можно добавить еще, конечно же, немного кунжутного масла. Это продукт, который широко используется в Юго-Восточной Азии. Немного кунжутного масла. Сейчас я снова обработаю. Пахнет уже очень вкусно вот из этой штуки. Вот получилась такая ароматная паста. И она уходит в фарш. Она мне даст придаст фаршу сочность. Ну и главная задача это аромат, конечно же. То есть, видите, мы в фарш, допустим, в котлеты, вот для фрикаделек добавляем хлеб, размоченный в молоке чаще всего. А здесь в качестве такого хлеба добавляется рис, потому что рис в Юго-Восточной Азии это их хлеб. Поэтому мы свой хлеб добавляем в фарш, а они свой хлеб добавляют в фарш. Я сейчас сначала возьму деревянную ложку и перемешаю фарш. Ну, мне уже вкусно, потому что здесь столько ароматов, что уже хочется есть прямо вот из миски ложкой. Но прежде всего я хочу, чтобы в этом фарше было, ну, скажем, в фрикадельках было больше влаги, чтобы они были сочными. Смотрите, что я сейчас сделаю. Я сейчас возьму фарш и надену перчатки прежде всего, чтобы не испачкать руки, чтобы фарш не приставал к рукам. Поставлю для устойчивости миску на доску. И теперь я буду брать фарш и вот так вот швырять его в миску. Вот так. Это называется выбивание фарша. Я вгоняю в мясо воду, влагу, которая есть. И тогда она входит в белки, эта влага, в белок мяса. И потом в меньшей степени мясо будет терять влагу при тепловой обработке. Ну и можно пока на этом остановиться. Теперь я возьму большую тарелку я возьму сейчас крахмал. Крахмал, он широко используется опять же в Юго-Восточной Азии. Вот так вот посыплю тарелку. Вот так. Теперь я смочу руки водой. Я буду оставаться в перчатках, потому что я буду продолжать работать с фаршем. И сейчас буду формовать, буду делить фарш на маленькие порции для фрикаделек. Я не буду делать совсем маленькими. Я буду фрикаделечки делать, может быть, размером с два грецких ореха, так по объему, то есть чтобы шарик был в два раза большего диаметра, чем грецкий орех. Я вот что буду делать. Раз. Я делю фарш на порции и бросаю на крахмал. Вот так. Вот этот способ, видите, я прогоняю фарш между двумя пальцами и как бы обрезаю фарш таким нехитрым движением. Я сейчас еще сделаю. Я не буду весь, мне здесь уже более-менее я вижу, что достаточно. Теперь я вот так вот их поболтаю, чтобы запанировать в крахмале и уже придам формочку фрикаделек. я их закатаю на ладони. Они могут быть даже чуть-чуть приплюснутыми, это совершенно не страшно. Я даже буду это делать. Я когда буду выкладывать на сковородку, я их сделаю чуточку плоскими, тогда они лучше обжариваются. Готовим фрикадельки по-бермански. Промытый в воде готовый рис помещаем в кухонный процессор и измельчаем вместе с лимонным сорго, перцем, чесноком, имбирем и помидорами с добавлением кунжутного масла. Получившуюся ароматную пасту добавляем к фаршу и все тщательно перемешиваем. Формуем фрикадельки и обваливаем их в крахмале. Теперь будем их обжаривать на разогретом растительном масле. Ну вот, я сейчас каждую фрикадельку немножко плоской вот так сделаю. Ну вот, ну пошло уже, шипение есть. Такие будут у меня маленькие биточки, я бы сказал. Вот мы так хорошо сейчас жаримся. Вот как раз все фрикадельки поместились и можно двумя вилочками их переворачивать начинать аккуратненько. Вот так. Вот они успешно жарятся. Достаточно острые, пряные получаются получаются фрикадельки. Ну вот. Я перехожу к соусу. К тому соусу, который будет приготовлен для этих фрикадель. Помните чеснок? Вот чеснок. Вот немного чеснока. идет уже в стакан. Вот имбирь нарезанный с кусочком перца. Сейчас я кусочек перца еще отрежу туда. Кусочек перца еще сюда. Теперь, помните, я замочил тамаринт. Вот мякоть уже стала такой, здесь она увеличилась в объеме, она намокла, стала такой податливой. Вот это кислая мякоть тамаринда. Сюда же. Теперь смотрите внимательно. Немного меда. Ну, мне нужна здесь сладкая нотка. Чуть-чуть кунжутное масло. Чуть-чуть рисовый уксус. Кислинку подчеркнуть. Немного куркумы, буквально на кончике ножа. И, конечно же, соевый соус. чтобы не было так солено, я добавлю немного чистой воды. Просто чистой воды. И сейчас будет соус. Он такой жиденький, так и надо, потому что фрикадельки в него макают. можно есть вилкой, можно есть палочками и макать в соус фрикадельку и есть, поэтому он не будет густым этот соус. Для фрикаделек по-бермански готовим ароматный кисло-сладкий соус. Блендером измельчаем чеснок, имбирь, жгучий перец с добавлением размоченной мякоти и тамаринда, небольшого количества меда, кунжутного масла, рисового уксуса, куркумы, соевого соуса и воды. Я думаю, что фрикадельки готовы. Сформую рис, чтобы он красиво лежал в тарелке в виде такой шайбы выпуклой. Вот так. теперь я выложу вокруг риса фрикадельки. Они готовы. Вот так пошли фрикадельки. Тире биточки берманские. И я все-таки намечу, конечно, соус, чтобы было понятно, что он там, так сказать, ну, работать. Я сейчас возьму и вот так соусом немножко полью сами фрикадельки, чтобы наметить эту историю. Он ляжет на дно сейчас тарелки, и фрикадельки будут им пропитываться снизу в основном. А потом каждую можно будет еще и макать. Ну, и, конечно же, зелень кинзы. Зелень кинзы как неотъемлемая часть кухонь Юго-Восточной Азии. Вот так и сверху, между прочим, еще можно куркумой присыпать. Даже вот так вот по тарелке дать такой желтый налет по бортику куркумы как символ такого важного ингредиента. Ну, еще можно, допустим, положить кусочек жгучего перца где-нибудь в нескольких местах бросить как символ остроты. красная нотка здесь не повредит. Итак, друзья, блюдо готово. Я сегодня показал блюдо малоизвестной и малоизведанной нами страны, которая называется Бирма или Мьянма. Это были мясные фрикадельки с рисом со специальным соусом. Я думаю, что вам понравилась идея добавлять пасту из вареного риса в говяжий фарш. Это хорошая мысль, так что не забывайте ее. Ну, и не забывайте меня, мирового повара, который ради вас так сегодня старался на этой кухни.